Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, 9 января, и Церковь предлагает нам в этот день к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 10 стихи с 35 до конца главы и глава 11, первые 7 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верую жив будет, а если кто колеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. «Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верую Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к евреям. И мы условно можем разделить сегодняшний отрывок на две части. Это первая часть, это конец 10 главы, стих с 35 по 39. И вторая часть, это глава 11, где говорится о вере. Верие говорится о вере и приводятся примеры, иллюстрирующие то, что апостол Павел говорит о вере. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние», — говорит апостол Павел в 35 стихе. Те испытания, которые преодолели евреи и та аудитория, которую пишет апостол Павел, они смогли преодолеть их, сохраняя веру. Но страшное испытание порой не то, которое изобилует различными скорбями и некой бурей. Как говорится, гораздо легче перенести шторм, 10 штормов, чем перенести один штиль, одно затишье. Когда человек расслабляется, когда человек погружается в некое излишнее, изнеженное состояние, состояние излишнего комфорта и слишком сильно расслабляется и уже не способен к активным действиям. То же самое происходит и в пространстве веры, в пространстве исповедания. Поэтому апостол Павел назидает и предупреждает в своем послании. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Добродетель терпения очень важна, и она не окружена ореолом какой-то романтики. Мы знаем, что подвиг всегда находится в ореоле героического. Это пространство героического, которое всегда восхищает. Но не менее героическое, но не столь заметное добродетель – это терпение. Когда человек остается верен своим идеалам, верен своим принципам, верен своему исповеданию, верен Богу, в минуты как раз-таки штиля. И здесь нужно терпение проявить. И оно не окружено ореолом героического. Чисто внешне в этом нет ничего героического. Но это очень сложная, титаническая работа, которая предстоит каждому христианину. На том или ином этапе его жизни, когда человек становится лицом к лицу со своей верой и со своей проблемой. Когда происходит конфликт этих двух составляющих, когда нужно выбирать поступиться своим мировоззрением, своей верой, либо же вооружиться терпением. Вот поэтому добродетель терпения очень важна, о чем говорит нам апостол Павел. «Праведной верой жив будет» – это цитата, которая используется не только здесь, но и в послании к Галатам апостолом Павлом. Потом это послание из пророка Аввакума, царя глава 3-4 стихи. «Праведной верой жив будет, а если кто колеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Действительно, чтобы преодолеть вот этот штиль, преодолеть тягу к повседневности, чтобы не погрузиться в суету и суетность этого мира, который тоже поджидает нас в повседневной рутине, чтобы не поставить на пьедестал ежесекундные, ежедневные, сиюминутные потребности, у человека должна быть цель, глобальная, высокая цель. И он всегда должен видеть ее впереди и стремиться к ней. И тогда та рутина, та, быть может, непонятность каких-то правил, каких-то требований, какой-то аскетики, которые в ближайшей перспективе кажутся бессмысленными, бесполезными, но в стратегической, глубокой, дальней перспективе это просто жизненно необходимо. Вот именно эта цель должна быть перед каждым христианином, которая будет не давать ему скатиться в состояние повседневности и очень низкого кругозора. Поэтому апостол Павел и предупреждает, как евреев в этом послании, так и нас сегодняшних, потому что, быть может, сегодня век комфорта и технологий, которые значительно упрощают нашу жизнь, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, мы видим, каким последствиям это может привести. И нам, христианам современности, нужно наипаче обращать именно на это внимание и бороться с этими, потому что это в ближайшем обозримом будущем может стать глобальной проблемой. Далее апостол Павел в 11 главе говорит о вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера. Вера – это убежденность. Это нежалостливая надежда. 50 на 50. Это страстная убежденность, уверенность и ожидание не того, что это случится или не случится, а ожидание, что это точно случится, но не сейчас. Вот это и есть надежда и вера христианская. О чем говорит Павел? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. И далее апостол Павел перечисляет, начиная с Авеля, ветхозаветных працев, заканчивая Ноем в сегодняшнем отрывке. Далее уже, входя за рамки сегодняшнего отрывка, идет повествование об Аврааме и так далее, и так далее. Примеры из Ветхого Завета, которые, чтобы их усвоить, нужно знать Ветхий Завет. Поэтому очень важно читать Священное Писание и жить в нем. Один из мудрецов сказал, есть много хороших книг, но жить нужно в Библии. Итак, дорогие братья и сестры, давайте будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о родившемся Спасителе и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok